Приветствую всех любителей кино. Перезапуск Годзиллы произошел 7 лет назад, в 2014 году. У руля нового фильма поставили молодого талантливого англичанина Гаррета Эдвардса, который принял решение фактически не показывать монстра, главного героя блокбастера. На протяжении двух часов нарастало напряжение, и зритель ждал момента, когда же появится чудище. Разглядеть его самые терпеливые смогли лишь на последних минутах картины. Несмотря на спорное творческое решение, оно себя оправдало. Люди любят загадки и грамотный саспенс не меньше гигантских доисторических ящеров. Картина собрала в прокате полмиллиарда долларов и дала старт новой медиафраншизе под названием «Вселенная монстров». Главным героем второго фильма новой серии стало другое огромное чудовище, знакомое всем с детства. «Конг. Остров черепа» вышел в 2016 году и сорвал в прокате «Куш» равноценный триумфу Годзиллы. Голливудские продюсеры умеют считать деньги. Они поняли, что если по отдельности приключения «Страшилищ» собрали по 500 с лишним миллионов долларов, то в случае объединения должны взять как минимум миллиард. Пока сценаристы лихорадочно пишут сценарий об отношениях большой свирепой ящерицы и обезьяны, неуемные продюсеры выпускают на экраны прямой сиквел Годзиллы с подзаголовком «Король монстров». И он оказывается самым слабым во всей франшизе, с трудом отбивая собственный бюджет. Это мир Годзиллы, а мы просто живем в нем. Чертовски верно. Тем не менее, станок по выдаче монструозных историй не остановить. Даже разразившаяся в мире пандемия не смогла заморозить процесс скрещивания популярной обезьяны с не менее известной ящерицей. И вот на подходе четвертый фильм новой киновселенной. Годзилла против Конга возвращает не только гигантов из названия, но и актеров прошлых частей. Хотя вряд ли кто-то смотрит данную серию ради них. Зачем обращать внимание на метание жалких букашек под ногами титанов кинематографа? Мифы правдивы. Была война. И выжили только они. Новый блокбастер выходит в кинотеатры этой весной, 25 марта. Будем надеяться, что волна переносов остановилась и поклонники франшизы увидят картину в сроке. Кто преклонится? Только не Конг. На этом все. Оставайтесь с нами.